Меня зовут Даша, мне 17 лет и сейчас я хочу проверить, смогу ли я, несовершеннолетняя, прокатиться на самокате и насколько легко у меня это получится. Вот и все, никаких запретов. Как раз над этим в Барнауле сейчас и работают. В этом году в городе произошло 47 ДТП, в которых пострадали 48 человек. Это почти в три раза больше, чем в 23-м году. Кататься на электросамокате без присмотра взрослого разрешено с 14 лет. Однако аренда, согласно правилам сервисов, предоставляющих такую услугу, запрещена до 18. Мы однозначно против того, чтобы несовершеннолетние катались и пользовались нашим сервисом. Эта техника достаточно тяжелая, можно кого-то сбить. Даже в случае аварии, что мы с вами сделаем, скорее всего мы остановимся и поможем человеку, которого сбили или повредили чью-то машину. Мы постараемся как-то вопрос этот решить. Несовершеннолетние же, в свою очередь, просто убегают с места происшествия. Сейчас сервисы ведут работу над тем, чтобы регистрация проходила через госуслуги. Однако тут есть сложности, и это может занять долгое время. Пока блокируют тех, кому нет 18, кто пытается арендовать самокат через свою сим-карту. Остальных нарушителей представители каршеринга могут оштрафовать в ходе рейдов. Кстати, с начала года госавтоинспекция составила в отношении нарушителей около 400 протоколов. Был создан пилотный проект госавтоинспекции и компаний, занимающихся прокатом средств индивидуальной мобильности, о блокировке аккаунтов лиц, управляющих СИМ за нарушение правил дорожного движения. При выявлении нарушений сотрудники госавтоинспекции передают данные о нарушителях в компании по прокату СИМ, после чего владельцы компании выносят предупреждение, при повторном совершении правонарушения аккаунт пользователя блокируется пожизненно, а при совершении правонарушения несовершеннолетним – моментально. Также решается вопрос об установке датчиков на электросамокате для ограничения поездок вдвоем. Администрация города ограничила скоростной режим для СИМ до 15 км в час на 34 оживленных участках города. А на Молотобольской установили знаки о запрете передвижения на СИМ. Мы вот в текущем году еще запланировали совместно с руководителями каршерингов по СИМам это нанесение дорожной разметки, которое будет обозначать места парковки. И кроме того, у нас очень тенденция такая связанная с аварийностью на пешеходных переходах с участием средств инвестиционной мобильности. Здесь проговорили такой вопрос, что будем на наиболее оживленных пешеходных переходах, аварийных, вешать таблички информационные, чтобы участники дорожного движения спешивались. Напомним, статистика ДТП на самокатах в Барнауле уже в три раза превышает прошлогодние показатели. А ведь впереди еще половина лета. Стоит задуматься о сохранности своих конечностей. Юлия Щепина. День с толком.